Жители одного из многоквартирных домов в микрорайоне Хариверская столкнулись с коммунальным адом. Все дело в том, что подвал строения затопило канализационными нечистотами. Проблема не решалась целых шесть месяцев. Управляющий компанией стек договор на обслуживание дома, и люди остались с бедой один на один. Походы в различные инстанции, десятки жалоб и обращений. Дело дошло даже до региональной прокуратуры. Чем закончилась эта история и кто помог жильцам, узнаете из следующего материала. Все нечистоты от дома стекали все сюда. Средний уровень воды был на уровне 40 сантиметров. Итак, шесть месяцев. Сложно представить, что испытали жители дома на Ольховом-2. Отвратительный запах грибок на стенах и чувство безысходности. Канализационными стоками подвал затопило еще в прошлом году. Забило один из колодцев, то есть до септика. Нечистоты попросту не доходили. Как итог, под давлением выбило вот эту трубу. Устранить аварию было некому. У дома отсутствовала коммунальная компания. Тогда жильцы начали бить тревогу. Писали куда только можно. Через какое-то время о бедах собственников узнали региональные депутаты, которые обратились в прокуратуру. Реакции ждать долго не пришлось. Помочь обеспокоенным жителям согласилась управляющая организация «Базис». Затопленный подвал хозяйственники вычищали две недели в буквальном смысле руками. После специалисты санэпидемстанции провели здесь дезинфекцию. Назовем это волонтерским, скажем так, подвигом моим личным. Дом, в принципе, понятный. Проблемы были понятные. Мы его взяли всего лишь на год. То есть у нас цель-то просто привести его в порядок. Я думаю, когда он будет, знаете, уже в нормальном состоянии, то с большим шансом мы найдем преемника уже в рамках полноценного договора управления на год, два, три, как пойдет, скажем так. То есть мне пришлось взять на себя роль вот эту социальную, привести его первично в порядок после полугодового простоя. В принципе, я считаю, что мы с этим справились, ну и справимся. То есть у нас только начался период. Директор управляющей компании признается, чтобы устранить аварию и привести систему канализации в порядок, его подчиненные проделали колоссальную работу. Ведь объем разлитых нечистот в подвале просто огромный. Стоки со всего дома сливались в подвал почти 200 дней. Сотрудники региональной прокуратуры тем временем заявили, они продолжат держать ситуацию с домом на личном контроле. У базис провел ремонтные работы и инженерных коммуникаций внутри дома, и канализации, соответственно, провел полностью, осушил подвал, значит, освещение восстановил, провел дезинфекцию. Ну и в связи с чем, вот то, что было и то, что мы сегодня с вами видели, это, конечно, день и ночь, поэтому вот все это дело продолжаем держать на контроле. Ну, надеюсь, теперь жильцам этого дома будет гораздо комфортнее проживать в этом доме. Чтобы подобных аварий больше не происходило, многоквартирный дом подключат. Центральные канализации работы по прокладке коммуникации уже завершены, поэтому дело осталось за малым. Олег Итанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.